Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Мы начнем, наверное, сегодня наш выпуск с такой грустной новости, которая, по этому, шок опять вернула к событиям начала 2000-х годов всю страну. Вся страна сейчас скорбит, сопереживает родственникам погибших. Вот эти теракты, которые произошли в Волгограде, и вообще за последние три дня произошли теракты и в Дагестане, и в Пятигорске, и вот два теракта в Волгограде. Сейчас ликвидированы боевики, которые также планировали еще совершить теракты на Новый год и на Рождество. Вот, получается, подтверждаются ваши слова, просто мы сейчас подняли хронику нашу, и около двух месяцев назад, когда Путин остановил Сирию, вторжение в Сирию, вы сказали тогда слова о том, что начнутся массовые теракты. Получается, ваши слова подтверждаются. Вот, чего ждать дальше? Это все так и будет нарастать террористическая агрессия, или на этом пока не остановится? И как с этим можно бороться? Ну, во-первых, тоже соболезнования погибшим родственникам. Действительно, это трагедия. К сожалению, это будет нарастать, и мы действительно несколько месяцев назад обсуждали, почему и как. Потому что вся энергия Соединенных Штатов Америки, а, естественно, ее и террористическая часть, и политическая часть, переместилась на Российскую Федерацию. Потому что американцы воспринимают сейчас Россию как главные врага, которые хочут разрушить их колониальный мир, в котором они живут за счет, собственно, туземцев, рабов, колоний и так далее. И, естественно, элемент этого – террористическая деятельность. Выход здесь, на самом деле, один, и вы правильно сказали, что Россия уже переживала такой всплеск терроризма, и помните, что было после Беслана. Путин тогда начал проводить политику ускоренного укрепления суверенитета. Отменил выборы губернаторов, ввел округа президентские, вот эти семь округов, потом восемь и так далее. На самом деле, это он делал абсолютно правильно, потому что он вычислил источник терроризма, источник терроризма Соединенных Штатов Америки. Вообще, может быть, у нас люди думают, что, я вот смотрю комментарии по Волгоградскому теракту, и, правда, в очередной раз категорически замалчивается. То есть, в средствах массовой информации категорически запрещено говорить, почему терроризм. Ну, кто, как работали правоохранительные органы, где рамки уставлены, об этом говорят. А кто, собственно, заказывает банкет, об этом запрещается разговаривать. Обратите внимание, полные, это цензура запрещает об этом говорить. Вот на Раштуде сейчас выложили комментарии Попова, который как раз Альфа, вот эта группа Альфа антирористическая, он сказал, что это делается из-за того, что президент проводит последовательную внешнюю политику направленную в интерес к России. Я согласен, он профессионал, но я добавляю, это делается Соединенными Штатами Америки. Почему делается Соединенные Штатами Америки? Ну, там понятно почему, там разные причины. На самом деле, суть причин сводится к одной. США проводят карательную террористическую операцию на оккупированной территории для цели приведения к покорности народа Российской Федерации, и не только Российской Федерации. Вот смысл. Точно так поступал Гитлер, кстати, на этой же самой территории. Почему Волгоград? Потому что Волгоград это символ сопротивления русского народа внешнему вторжению. То есть, это была Сталинградская битва, это его родина-мать. Это куда более глубокий и серьезный символ, чем, например, Москва или Санкт-Петербург. Потому что именно в Волгограде произошел перелом, и это все так и воспринимают. Поэтому там вот эта серия террористических актов. Не просто, а это уже за два дня, еще до этого террористических актов, просто очередь терроризма. Потому что, ну мы должны просто с вами понимать, что такое терроризм. Терроризм это не две смертницы, их там мужья, кстати, русские мужья, в том и в другом случае. Это десятки тысяч людей, которые работают в системе. Из них 90% системы работают за рубежом. Там лагеря подготовки, там подготовки взрывчатки, там убежище для террористов их семей, там обучение, там вербовка. Все находится в руках Соединенных Штатов Америки. И я вот уже об этом говорю. Почему-то у нас люди, вот они думают, что если вот в Сирии, например, американцы открыто проводят политику терроризма, и поддерживают терроризм оружием, и даже военными специалистами, то есть отправляют туда войска, регулярные части Соединенных Штатов Америки в виде лучших специалистов. Или в Ливии, или в Египте, или даже они открыто поддерживают террористов, те еще, правда, без оружия на Украине. А почему-то в России кто-то думает, они это делать не будут. А почему? Если они это делают, это их метод, которым они пользуются в отношении всех стран мира. Почему у нас кому-то в голову приходит, что в отношении России этот метод использован не будет? Вопрос заключается в том, что американцы активизировали террористическую деятельность на территории России с целью запугать русский народ и подавить малейшее сопротивление американско-английской оккупации. Вот для чего это делается. Точно так делал Гитлер на оккупированной территории. И Наполеон также делал на оккупированной территории. И все, кто у нас приходил на нашу землю и захватывал ее, частили полностью, делали то же самое. Осуществляли террористическую деятельность для подавления народа в плане его сопротивления оккупантов. Это очевидная вещь. К сожалению, средства массовой информации в пособнике террористов, основные СМИ в России, включая государственные каналы, пособники террористов и оккупантов, да, но они на оккупированной территории и всегда были такими пособниками. То есть тоже тут нет исключения. Вопрос заключается в том, решить эту проблему можно только таким путем, каким Путин ее попытался решить, вот тогда после бесплана, но не дожал. Когда он начал восстанавливать суверенитет, люди тогда это поняли. Помните, они же нормально восприняли укрепление вертикали власти национальной и так далее, но не дожали вопрос. Дальше американцы перехватили инициативу и вышибли Путина с поста президента. Точно так и сейчас ситуация. Только теперь мы должны быть умнее. Не надо размениваться на мелочи и частности в плане восстановления национальной вертикали власти и суверенитета. Надо решать вопрос в корне. В корне это вопрос конституции и референдума. Если Россия будет сильной страной, национальной страной, суверенной страной, свободной страной, следовательно, никто не будет заниматься терроризмом, потому что это бессмысленная история. Потому что террористы, они всегда только там, где чувствуют, что можно расшатать, повлиять. Если они видят, это же деньги, это же миллиарды долларов, которые санкционируются. Если они видят, что это не получается расшатать, и не будут на это тратить деньги, будут тратить на другие, на вооруженные силы, например, или еще на что-то. Поэтому это абсолютно понятная вещь. Фактически, чтобы не было террора, для этого народ должен включить мозги. И сообразить, что да, надо, чтобы 5-10 миллионов людей выступило за суверенитет, добиться этого суверенитета путем референдума и изменения Конституции. И после этого гарантированно избавиться от терроризма. Это же понятная вещь. Второй вариант, это идти на поводу США, ликвидировать страну. И я абсолютно уверен, что он не удастся в процессе ликвидации страны, да они не захотят этого сделать так, чтобы тут это была мирная ликвидация. Еще подобное, будет бойня, в которой погибнут миллионы людей, по-любому. Поэтому вариант номер два, типа лечь под американцев, как я слышал и такие варианты, люди же понимают, что Америка стоит за этим терактом. И некоторые, я вот слышал в народе, ну давайте ляжем под ними. Лечь под ними, это уничтожиться полностью. И погибших будет в тысячу раз больше. Но это очевидная вещь. Поэтому вариант только один, включать мозг, национальная освободительная борьба, референдум за суверенную конституцию, и после этого не будет никакого терроризма. Потому что в условиях отсутствия суверенитета вся система, в том числе правоохранительная, и тут иногда говорят, вот коррупция. Коррупция это элемент оккупационной машины. Только прикрывается коррупция. Вся работает на оккупанта. Суть оккупации это, когда за нас решение принимает другая страна, для своих интересов. И мы тут вообще не имеем права никаких решений принять. Это просто обычная историческая реальность. Ее надо просто реально и воспринимать. Как ее понимали, наши деды и праведные, у них мозги были, а у сегодняшних людей типа нет. Они, видишь ли, очень верят телевизору оккупационному. Но это смешно. Но пора принимать решение за свободу Родины. Вот эти теракты, они не могут быть еще и методом устрашения против той же самой Олимпиады? Или против устрашения Путина самого? Нет. Они могут быть вписаны в план в связи с Олимпийским игром. Но я обращаю внимание, что единственные Олимпийские игры, за всю историю, в которых по предложению Путина были заключены договора об антитеррористической совместной деятельности, это вот эти. И договора были, как вы думаете, с кем? С американцами и турками. То есть Путин отлично понимает источник терроризма и хотя бы договорами попытался связать американцев, чтобы они не посылали сюда террористов в связи с Олимпийскими играми. Что оказалось без толку. Ну это понятно, но невозможно, знаете, по рельтикой умиротворения, как Путин говорит, а волк слушает да кушает, да? Им плевать им на все. Это волки, у которых нету никаких других вариантов, кроме уничтожения России. Они будут добивать ее до конца. Если народ в России не сообразит наконец, что надо немножко заняться своей родиной, чуть-чуть, самую малость. Пока не сообразил, значит вот приходится терпеть, нести жертвы в силу глупости и несообразительности. А это может быть политикой предупреждения Путина, устрашения Путина, чтобы... Ну то есть они же видят, как он хочет двигаться. Это политика устрашения оккупированных территорий, оккупированных народов. Вот что это такое. Естественно, политика устрашения. В этом и суть терроризма. Нет, конкретно вот Путина, они же видят, что он хочет сделать. К чему, какой ему курс? Может быть они его пытаются как-то испугать? Нет, тут понятно, что они его тоже пытаются испугать. Но тут надо понимать, что эта политика устрашения террором будет всегда. Независимо от того, если Путин начнет прогибаться под американцами, американцы только утроят финансирование терроризма в России, потому что они почувствуют, что они побеждают. Ну это обычная военная тактика. Если противник отступает, на него надо усилить давление. Это вот то же самое. Поэтому единственный вариант это обратные действия. Не те, которые от нас требуют американцы. Это надо обратные действия. Обратные действия это восстановление суверенитета, постановка пятой колонны вне закона. Вы, во-первых, не забывайте, что когда осуществляется финансирование, ну открыто тот же Навальный, грантополучатель США, открыто политическая система России, направленная на ее ликвидацию, финансируется из США, открыто. Только часть денег идет на публичную политику на Навального, а другая часть денег идет на терроризм. Но это один источник. Бюджет Соединенных Штатов Америки. По терроризмам занимается ЦРУ, Навальным и политическая система ее финансирована, занимается пятой колонной в целом это называется. Занимается Госдеп. Источник денег один. План один. Это государственная программа подавления Российской Федерации как колонии. Вот эта государственная программа реализуется через разные элементы и механизмы этой работы. Кроме того, восстановление суверенитета и резкое повышение еще и благосостояния людей. Мы об этом говорили. Просто это возникает именно тот случай. Если ты не соображаешь и не хочешь вести, как тебя вел твой дед, прадед и прапрадед, которые понимали, что такое Родина и что ее надо защищать, ты будешь не только убит, но если ты даже не будешь убит, ты будешь жить хуже, хуже и хуже и уровень жизни будет падать с каждым днем. Но это очевидные вещи. Для дедов и прадедов очевидные. А для наших сегодняшних, воспитанных зомбоящиком людей, это как бы есть какие-то сомнения в этом. Они еще какие-то другие там крайних ищут. Крайние находятся в нас, предавших свою Родину. Вы сказали, что будут нападения на Путина, будут... Физически вы сказали, что будут покушения на Путина. Будут обязательно. Конечно. Уверен, что будут. Ну и с ним-то сложнее, он все-таки из особо охраны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok